Меня плохо видно. Какие у вас дела? Я сейчас в Сергеевом. Так у меня не получилось к Игнатию Тихоновичу ехать. Я жалею, конечно. Но, с другой стороны, наверное, за все, слава Богу, вот, узнаю свои, все равно узнаю свои, аж, как сказать, в чем мне каяться надо. Вот, самое главное. А вы с ним договаривались? Вы с ним договаривались о том, что он приехал? Да, мы с ним договаривались, что я приеду, но я так и не приехал. А еще на крещение, когда у них, когда... Ну да, вы приедете, и вы у вас приедете. Ага. Сергей, брат. Да, Дарья. Вот. Очень... Все еще рад, рад, рад вас слышать. Вот, что вы живы. Помогаете Игнатию Тихоновичу нам через него. Вот. Вот. Игнатий Тихонович сейчас не выходит в скайп. Вот. Я еще давно уже не смотрел, тут закрутился. У меня много нерешенных вопросов появилось, как Игнатий Тихонович любит говорить. Вот. Решил... Я в Сергеевом Посаде сейчас уже давно, вот уже весел летом. И весну. И вот уже даже решил здесь жилье некоторое купить, но средств у меня не хватает, полноценное жилье. Ром, секунду, перебью. А вы... Да. Не знаете, есть Алексей в Сергеевом Посаде делает доски для икон. Для икон Алексей? Нет, не знаю. Я знаю, реставрируют мебель, а человек, Тимофей его зовут, Алексей не знаю. Нет, нет, не тот. Ну, это я на всякий случай. Ясно. Нет, не знаю. И... Вот, и вот уже решил вот приобрести хотя бы, думаю, может, гараж. Буду утеплять его этот. Вот. Но все равно тут много работы, конечно. Почему я решил в Сергееву Посаде? Потому что Москва много работы. И Московская область тоже. Вот. Здесь проще выжить. Жить. Так вот. Жить проще. Конечно. Ну, я бы не сказал бы. Где жилей, где проще. Я не знаю, кому-то. Кому-то. Ну, да, наверное. Как... Вот. Так. Вот. Да, я... Вот, как бы... Учусь у вас тоже мужеству. Вот. Вашей находчивости и трудолюбию. Что вы вот тоже пишите иконы. Вот. Так вот. Таланты находите в себе. Ну, ну, нас Господь будет спрашивать за таланты. Надо искать себе. Да. Надо, как бы, это самое, подвигать себе вот к поиску талантов. А мы просто многого не знаем о себе. Вот так. Да. Я никогда и не думал, что я сайты умею делать. А начал и раз и сделал сайт. А оттуда, не отсюда. Надо всем себя пробовать. Да, вот я тоже себя уже пробую. Сейчас вот в торговле себя пробую. Вот. Как бы... Ну, нравится, получается. Я всегда думал, что мне это будет нравиться. Просто не пробовал. А тут стал пробовать. Получается. Вот. Ну, так. Не самый лучший, конечно, от торговли. Я продавец. Но все-таки есть. Вот. Так вот. И вот, конечно, а вы знаете, когда Игнатий Тихонович появится в Скайпе? Чтобы можно было поговорить насчет... Я думаю, через недельку он уже будет в Скайпе. Они сейчас в деревне там дорогу достраивают. Им надо песок сейчас, да. Там Камазы должны песок им на дорогу привезти. И вот они его сейчас писали о том, что... Я вот... Да. Да. Я вот все думаю, как бы, может быть, к нему... Вот. Ну, я знаю, что они работают, работают. И вот все думаю, что же я от них приехал. Сейчас бы я все это помогал. Все бы сейчас сделал. И я смотрю там тоже, получается, воспитательный процесс тоже с братом Никитой. И главное... И у меня то же самое. У меня те же самые нерешенные вопросы, как и у Никиты. И со мной, главное, так же поступают, вот как Игнатий Тихонович. Я думаю, ву, как интересно мне Господь говорит. То есть через других людей, вот хорошие люди мне попадаются. Я не сразу понимаю, конечно, что они хорошие, сопротивляюсь. Как-то так меня там что-то прижимают, меня ограничивают. Оказывается, потом смотрю, Игнатий Тихонович тоже так же ограничивает. Никиту там, вот. Ну, у него, конечно, помягче немножко он как-то, ну, вот. Но, с другой стороны, все хорошо, что не делается. Все, слава богу. Вот, вот, вот так вот. Интересно. А вам сколько лет, Ром? Мне уже 37. Уже еще. Мне еще 37. Вот. Так вот. Ну да, еще, наверное. Еще 37. А кто наши, вот, предки наши? Они жили там по 900 лет, так что нам еще... Еще так вот. А, это как Женинг Бобальзаминов. А он говорит, дешево, что при хорошем здоровье можно и 350 прожить. Да. Да, если это хорошее здоровье, конечно. Что бы не пожить-то? Да, еще что пожить-то. Да. Вот. И еще интересно тоже, брат, я вот себе тоже нахожу уже давно, что я себе столько болезней придумываю сам. То есть от мыслей своих вот сам накручиваю, накручиваю. И сейчас вот уже себя учу не накручивать себя. А наоборот, как бы уговаривать, что это все быстро заканчивается. И все действительно быстрее все заканчивается. Так, интересно. А я, знаете, как я насквозь весь больной, а стараюсь других убедить, что я здоровый человек. Да. А мне не верят. А я почему-то верю. Хотя потом смотрю на себя, мама дорогая, я на труппу, папа. Так я здоров. Да. Вы молодец в этом отношении. Да, правильно. Ой, брат. Ну, не смею вас больше беспокоить. Да ничего. Вот, брат. Вот, звоните, если что. Вот, с удовольствием поговорю с вами. Вот, если буду, ну, как бы возможность будет. Вот. А то у меня не всегда возможно сейчас. Вот. Ну, стараюсь тоже, как Игнатий Сихонович, поменьше, поменьше. Вот, общаться по телефону. Вот так. Да, хорошо, Ром. Звоните. Будет время звонить. Ой, брат. Утешение такое. Спасибо, Господь. Класс. Всего доброго. С Богом. С Богом.